Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. День флага. Российский триколор отмечает свой праздник, развиваясь на государственных зданиях и трусах китайского производства. Вахта памяти. Рязанские судебные приставы приняли участие в поисковой экспедиции на Калужской земле. Ща рванет. Рязанские полицейские обезвредили опасную находку. А теперь обо всем более подробно. Сегодня в России отмечают День государственного флага. Бывший флотский триколор, утвержденный Петром Первым, прижился не только на воде. Русские моряки ставили его вместе с православным крестом на вновь открытых территориях. Вот и появилось трехцветное полотнище на суше. Триколор пережил конкурентов в виде утвержденного Александром Вторым черно-желто-белого флага, как носителя государственных цветов, и впоследствии красного полотнича коммунистической державы. За 19-летнюю историю российского флага, с момента его утверждения в качестве официального символа государства, случались и неприятные коллизии. Например, долго действовавший запрет вывешивать простым гражданам триколор на своих домах. Депутаты Госдумы отменили его лишь после скандальных случаев штрафов со стороны надзорных ведомств. Теперь же россияне могут проявлять свои патриотические чувства в любое время. В Рязани российский триколор развивается в основном над административными зданиями. В день российского флага мы решили спросить у горожан, знают ли они цвета национального стяга, а также в каком порядке они расположены. Знаете ли вы цвета национального флага России? Красный, белый, синий. А в каком порядке они расположены? Это я не знаю. Три штуки. Белый, синий, красный. Ух ты, а в каком порядке они расположены? Вот если сверху вниз брать. Вот если сверху вниз. Ну или снизу вверх. Или снизу вверх. Вот знаете, с разбега затруднюсь, можно сказать, но по-моему так, белый, синий, красный все-таки. Белый, синий, красный. Да, знаю. Синий, красный и белый. А вот если расположить их в порядке, например, сверху вниз, в каком они идут? Ну, наверное, красный, синий и белый. Результат опроса, как видите, не очень утешителен. Однако не одним и такие. Согласно недавно опубликованной статистике, более трети россиян не знают, как правильно выглядит российский флаг. То, что российский флаг надо поднимать во всех смыслах слова, неоспоримо. А то им американские музыканты на глазах публики уже подтираться начали. Речь о мерзком событии, которое недавно случилось на фестивале Кубана. Подробности общеизвестны. А вот реакция зала удручает. Посмотреть видео этой выходки так можно сразу отметить. Зрители приняли запихивание штатовским гитаристам государственного флага в трусы. На ура восторгались, стало быть, ребятишки-девчушки тем, как символ страны через американский зад пропускают. Понятно, что был скандал, что возмущались политики и начальники музыкантов. В аэропорту попытались отлупить какие-то люди, вроде бы представители казачества. Хотя не факт. Наконец заведено уголовное дело. Пока на этом все и закончилось. А вот еще наша символика, которая может украшать зад любого, кто готов купить такие вот трусы. И флаг запихивать в непотребное для этого место не надо. Здесь на нижнем белье вам и флаг, и герб, и национальные цвета. И все, как говорится, под штанами. На российских рынках все это продается запросто. Что это? Свобода или кощунство? Торговцам все равно, лишь бы продавалось. И ведь продается. К сожалению, часто бывает так, что с одной стороны у нас пытаются возрождать патриотические идеи, культивировать среди молодежи соответствующее воспитание, с другой – трусы из флага. Какие-то очень уж разные вещи в одном флаконе, серич, стране. Ну и теперь позитивный патриотический пример. Поисковый отряд Рязанского управления службы судебных приставов принял участие в проекте «Вахта памяти». Совместно с другими участниками наши добровольцы вели поисковую работу в Калужской области, рассказывает Олеся Харлина. В деревню Заречье Ульяновского района Калужской области к поисковой экспедиции «Вахта памяти» наш рязанский отряд отправился впервые. Четверо добровольцев, сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства управления службы судебных приставов присоединились к 400 участникам поисков. Результат превзошел ожидание. Уже установлено, что в числе 50 найденных бойцов, которые еще и не опознаны, есть наш земляк – Савкин Василий Михайлович, 1913 года рождения. Уроженец деревни Большая Екатериновка Шацкого района Рязанской области. Он был мобилизован из Солнечногорского районного военкомата. Известно, что его мать, Савкина Акулина Ивановна, 1869 года рождения, в сентябре 1945-го выписалась из деревни и уехала в неизвестном направлении. «Поиски, конечно, дались нелегко, но мы не понимали, насколько это почетная миссия». Погибших офицеров Красной армии приходилось раскапывать с глубины 3-4 метра. Это значит, их засыпало прямо в окопах и блиндажах. Именно под Калугой шли одни из самых ожесточенных боев. Последние сотни километров до Москвы солдаты 61-й армии буквально вымастили своими телами. По словам рязанских поисковиков, даже там, где уже изучили каждый метр, до сих пор находят предметы и патроны времён Второй мировой. «Больше страшно найти какую-нибудь мину, которая со времён войны ещё не взорвалась, которая может взорваться, сдетонировать. Так что очень много людей подтвергаются опасности, конечно». География участников поискового движения становится шире. В этом году в экспедицию приехали судебные приставы из 30 регионов Российской Федерации. А наши рязанские сотрудники успели отличиться не только на раскопках, но и на спортивном поприще. «Они действующие спортсмены, активно участвуют в спортивной жизни управления и в комплексном единоборстве наш профессиональный вид спорта и в других видах соревнований. В частности, в Калужской области были соревнования в свободное от раскопок время. Проводили соревнования по волейболу, мы заняли там первое место». Вернуть имя хотя бы одному солдату, пропавшему без вести – великая честь для современников. А потому, как не помочь родственникам узнать о последнем месте боя их близких и по-человечески их захоронить. Новые, так сказать, чиновники на общественных началах появились в Рязани – инспекторы-активисты, которые призваны работать в системе местного самоуправления. Это пилотный проект для всей России. Рязань стала испытательным центром. Некоторые подробности у Глеба Галушкина. На этой неделе 20 рязанцев получили удостоверение общественных жилищных инспекторов. Теперь по планам разработчиков новой идеи, общественники совместно с жилинспекцией будут выявлять нарушения правил содержания и эксплуатации жилья, а также разъяснять гражданам их права. По словам начальника областной жилинспекции Владимира Кровчука, необходимо выстроить цивилизованные и гармоничные отношения между горожанами и обслуживающими организациями. В достаточно мере торжественный, в достаточно мере рабочий этот момент. И важный потому, что мы возрождаем лучшие традиции народного контроля, которые были у нас распространены и востребованы в советское время. И, наверное, пришло время, когда сегодня реальные жизни нас понуждают, заставляют. Указ президента предписывает вернуться к этой замечательной форме вовлечения активной массы нашей общественности, активных людей в нормальную работу контроля, в нормальную работу созидания той среды, где мы с вами живем. Рязанские полицейские на днях разоглачили 68-летнюю старушку-хранительницу боеприпасов. Дело было в поселке Тума, а местом приложения усилий правоохранителей стал гараж опасной бабушки. В нем она помимо хозяйственных припасов и всякой необязательной мелочи хранила полсотни патронов калибра 5,45, более 400 патронов калибра 7,62, запал к ручной гранате и магазин к автомат Калашникова. Вот так ходят в Сабес тумские пожилые дамы. Понятно, что полицейские не навесили сразу весь арсенал на бабулю, а стараются теперь выяснить, кто на самом деле организовал неслабую гонку вооружений под крышей безобидной пенсионерки. Продолжает криминально-оружейную тему Оксана Тебенихина. Рязанские полицейские занимаются не только поиском преступников и правонарушителей, но и уничтожают различного вида оружия и боеприпасы. Регулярные мероприятия по добровольной сдаче оружия и рейды по его изъятию из незаконного оборота и хранения ежегодно завершаются плановым уничтожением смертоносного имущества. Светозвуковая граната «Пламя» используется в системах охранных, а также в спецоперациях, проводимых спецподразделениями. Взрыв данной гранаты производится с помощью подрывной машинки, которая подсоединяется с помощью проводной линии к проводкам, исходящим из данной гранаты. 522 единицы оружия были переплавлены, уничтожены 23,5 тысячи патронов. А на специальном полигоне взрывотехниками ОМОН были уничтожены две боевые гранаты и около 10 светошумовых гранат «Заря» и «Пламя». На сегодня все. Завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить» мы подведем главные итоги уходящей недели. Хорошего всем вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова